дорогие друзья мы продолжаем серию встреч членами нашего общественного совета в при россотрудничестве и сегодня нас в гостях вернее вот мы в гостях у генерального секретаря ассамблеи народов евразии андрея юрьевича белянина нашего одного из самых активных членов общественного совета андрей здрасте здравствуйте андрей ну давайте начнем такого чуть может быть философского вопроса насколько легко сейчас работает с общественным организациям на внешнем треке мы понимаем что и как бы и санкции и вот разные палки в колеса вставят причем иногда даже и в дружественных странах и так далее вот вы такое дело делаете можно сказать смелая как вы на эти вызовы реагирует сейчас новых условиях но я бы сказал что особых сложности все-таки нет поскольку наша ассамблея народов евразии и африки с 23 апреля это было принято такое солидарное решение у нас на генсовете нас не касаются вот эти санкции безусловно международная обстановка такая какая она есть разрушены все практически международные нормы правила и даже правила тоже некорректно то что я сказал норм устоявшейся системы которая была до 20 века и начале 21 но то что касается народной дипломатии это не то что относительно новый институт он просто стал наиболее активно используемым и вот когда мы в этом кстати кабинете пока корректно есть встречаются люди стран враждующих внешне между собой и это а все всем война надоела не хотят воевать не хотят конфликтовать всем хотят хочется дружбы хочется общей культуры только что иногда предмет это было разрушено мне думается что активность она народная очень тяжело ее приглушить ее тяжело как-то с ней бороться что ли она помимо всего прочего работает и один из примеров наверное важный нас пригласили в арабские эмираты провести дни ассамблеи наш и мы там масштабные мероприятия наметили и делалось форум и достаточно такой знаковая мне кажется мог бы получиться в апреле тем не менее нам пришло от наших коллег давайте перенесем на более позднее период сейчас принесли наверно конец ноября все здесь опасы опасением террористическую угрозу ну мне казалось бы что эмират в этом плане достаточно спокойно благополучные да регион и страна тем не менее это так но мы наши планы не меняем и обязательно все это ну что господь не делает все к лучшему я думаю что позволит нам лучше подготовиться потому что мы хотели там несколько еще делать площадок а вот какие основные наверное акценты вы сейчас делать своей работе ассамблеи то есть какие-то может быть основные направления работы на чем фокус внимания но у нас есть такой проект очень серьезный мы хотим провести мировой общественный саммит куда бы съездили съехались бы лидеры и общественные лидеры и политические лидеры стран мира вот обсуждать актуальную повестку дня правда эта повестка дня она достаточно серьезно корректируется мы видим вот это все сейчас сходя из последних событий но тем не менее вот у нас такая даже не мечта такой замысел есть и мы работаем над его реализация а вот в рамках существующих наших направлений это обязательно работа с молодежью мы переживаем все наши участники члены ассамблеи переживают что будет с нашими молодыми людьми как они будут адаптироваться в этом сейчас таком серьезном переломе что ли судьбы переломе истории у нас есть там проект спортивный евразиада он намечался сначала как соревнования национальных видов спорта сейчас это наполняется уже не без помощи кстати наших башкирских коллег наполняется и спортивными соревнованиями очень важно для нас конечно это оставить традиционных семейных ценностей кстати это игра слов мне кажется семейные ценности они только и могут быть традиционные а если они не традиционные то это и не ценности вот может быть это русский язык такой вероятно трудно переводим но тем не менее так мы немало уделяем внимание это вот исторической памяти активно работаем с комитетом ветеранов войны нашего министерства обороны но фестиваль тот большой сейчас опять вот тебе будет в сочи 19 кинофестиваль документального кино много очень участников международных там страны на разные и их можно отнести представители не эти страны к дружным и недружным но народу там нет ограничений просто выставляют свои на работы на этот конкурсный показ много работаем с египтом с иорданией там у нас кстати возвращаю ваш вопрос вам же основные подвижники нашего такого процесса это больше выпускники советских и российских вузов только в ордане 18 человек сейчас как мне сказали спасибо большое рост сотрудничества и наверное немного нам потому что мы тоже за это очень переживаем только арабских студентов сейчас в россии учится 20 египетских студентов пусть от 25 тысяч человек и этого для нас с вами очень серьезный резерв резерв конечно и желающих счастью становится иностранных студентов учиться все больше и больше мы в формате на ассамблеи упаси господь мы не претендуем на полномочий раз сотрудничество но мы понимаем что раз сотрудничество на за спиной мы активно вот занимаемся таким рекрутингом и многие студенты из многих стран хотят учиться у нас особенно хотят учиться в наших медицинских вузов это тот самый случай когда это привлекательность россии это наша способность давать хорошие специальности и в общем то это это тоже мировой бренд хочу обратить внимание это то что нам как-то искусственно навязали что россия стала страной-изгоем в мире мне кажется это те страны которые сами себя делают таковыми пытаясь вот на нас навешать на россии вот это вот можно это неприглядную вывеску но интерес к русскому языку возрос в разы в русской культуре разрос возрос в разы и это видно и к нам поэтому тоже тоже обращение такого достаточно большие есть еще одно направление тоже был вот это его обязательно надо озвучить это то что вчера губернатор калужский шапша собирал большое количество людей и вкс тема была возврат русских немцев россии это было сейчас определен формат как региональный проект калуга давно себя зарекомендовала как края для инвесторов а на противоположное ну тогда в видео стране был руководитель ассоциации русских немцев за рубежом вольдемар гирт да он очень активно да и вот не без нашего части мы его подтолкнули вот к озвучиванию этой темы она к счастью получила более широкое такое резонансное озвучивание и начались уже конкретные обсуждения и вчера тоже об этом были а вот мы приедем а мы русского языка не знаем дети выросли в общем очень много таких и серьезных вещей но два с половиной миллиона немцев хотят вернуться в россию это достойно отдельно вообще производстве может даже достойно отдельного органа в системе федеральных органов исполнительной власти россии которые бы способствовали более быстрой адаптации вот такого рода вот возвращение на родину россия становится притягательным в силу для немцев две причины это во первых они не хотят воспитывать своих детей в условиях ценности лгбт и резкое падение уровня жизни в германии это вот такие два очень серьезных момента которые являются и причиной и поводом для вот рассматривания конечно надо делать новую программу переселения новую программу которая была бы сейчас актуальна вот на двадцать четвертый тридцатые годы для россии вот кто мы россию нам оставляют а мы другие нас а мы такие какие мы андрей ну вот вы мне как бы что нравится вашей работе в работе ассамблеи то что она не ограничивается ну скажем так только вот там налаживание коммуникации так далее но что на самом деле там есть и поддержка бизнеса и различных деловых инициатив и бизнес миссии конференции формы тогда пишет такой стереотип что ну что общественники собрались поговорили там не знаю концерт провели и разъехались там после выставки и все ничего не осталось на самом деле как бы вот вы оставляете в том числе сейчас вот начинаете центра открывать свои да там разных странах представительства а вот здесь чуть-чуть про эту стратегию расскажите и кто стоит за этим ну то есть там же на месте надо человека найти которые неравнодушные которые нас любят и одновременно наверное как-то готов и спонсоров местных подтянуть это же сложный процесс очень мы немного сейчас приостановили открытие наших представительств за рубежом и за форматом снг в силу вот каких причин многие люди которые сами контактируют они ждут от нас каких-то указаний методических а это не очень неправильно потому что это должно быть взаимно вот такой обмен мнениями и и суждениями а мы не можем директивы давать мы не партию не создаем это не общественное движение это действительно вот народная инициатива и культурная инициатива в значительной части и вот вот один там руководитель представитель сказал вы знаете год я работаю в пустую почему ни одного указания не получил от вас наверное надо эти вещи сразу было оговаривать мы сейчас корректируем по этому поводу так что мы получаем предложение об открытии работаем с нашими партнерами у нас подписано более 230 организаций это наши партнеры также как мы ваши партнеры и откровенно говоря на очень переживаем за успехи руссотрудничества очень хотим помогать очень хотим участвовать там где у вас нет дополнительных возможностей вот совершенно точно мы видим что ваша бюджета по русской литературе явно недостаточно и мы хотели хотели бы чтобы в русских домах за рубежом это тоже очаги культуры и тут тоже хотелось бы их совместно эксплуатировать мы могли бы открывать там клубы друзей ассамблеи и чтобы это клубы возглавляй как конечно граждане тех стран где находятся русские дома чтобы они формулировали дополнительно даже ту русскую литературу который даже в условиях школ нужно что вот в некоторых значит странах снг не хватает даже обычных методичек для начальных школ русскоязычных и это вот вакуум как-то надо заполнять наверное за счет бюджетов с тех спонсоров которые в этих странах очень патриотично относятся вот и к русскому языку и к русской культуре а вот смотрите по полу с вами вместе были тогда вот к там год полтора шли два назад был большой форум евразийский экономический и там глазик вам раз говорил что пришло время но придать гуманитарные измерения евразийской интеграции тоже все привыкли что там техрегламента мы разрабатываем наш травмативную базу значит какие-то сидят люди там вот а вот с точки зрения именно там ценностей значит культурного пространства там никита михалков помню то сказал что типа давайте сделан этот оскар там евразийский и так далее то есть вот здесь вы как видите роль ассамблеи вот мы были одни из первых которые заявили что мы хотим участвовать в этом проекте евразийского евразии это не оскар это ну как дал вернуть вот и я считаю что это очень нужно сергеевич глазев один из наших отцов он был на учредительном собрании нашей ассамблеи и таких был к счастью много вот я недавно был бишкеке отмечали 30 лет ассамблей народов кыргызстана ну это была инициатива с абсолютно народной и получилось вот в такой виде в которой мы сейчас существуем и конечно это даже то агентство которому сейчас с вами говорили но отчасти обязательно должны продвигать возвращаясь к вашему вопросу тяжело работать или легко но всегда не просто на другой стороны были бы инициативы но и раз просто штыков не хватает и не только волонтеров ноги просто понимание мысли много а реализовывать их достаточно сложно вот в этом сложности пожалуй есть каких-то серьезных ограничений я пока не видел мы пока не ну надеюсь что так так будет продолжаться дальше еще тема одна какая судьба книги 21 хотя мы уже почти четверть века прожили сейчас 24 год было бы очень жалко если бы мы утратили вот эту вот культуру до сих пор мы с ностальгией говорим об александрийской библиотеке которая сгорела сколько-то сот лет назад да библиотеку Ивана Грозного найти не можем но это может быть нам привили эту культуру она должна передаваться вот об этом надо говорить и это тоже наша с вами задача и в русских домах должны быть библиотеки они не должны они как бы они должны были стараемся сейчас переформатировать пространство где будет людям интересно они должны сочетать и современные эти технологии то есть доступ и вот и собственно книги ну мы сейчас так спровоцировали что ли давайте создадим ассоциацию президентских библиотек евро в не меньшей степени эти библиотеки сейчас находится в формате цифрового конечно они должны быть оцифрованы да еще что это вопрос сохранности но и вопрос доступа доступ к культуре должен быть то что сейчас может являться препятствием когда люди сидят и боятся оторваться от экранов от мониторов это может быть и привлекательно не надо ну нажми на кнопку и ознакомься с сокровищем мировой культуры ну на две нажми чтобы потом листок перевернуть это вот просто к этому надо подойти уже ну чего грустить о том что было надо думать уже жить каждый день сегодня и думать о завтра это а вот про русский язык как раз мы наверное хочу так чуть под зафиналить немножко до темы темы русского языка мы все немного про это говорили вы в работе чувствуете стоит а то что на то просто периодически проводим и видим что молодежь там но от странах допустим там ближнего зарубежья и так далее вот что они конечно уже не так бодро скажем так владеет русским языком вот и на бытовом уровне особенно профессиональным и понятно что с одной стороны как бы мы стараемся и курсы открываем да и вот там у нас поддержат там славянские университеты и вот как вы говорите библиотеки и так далее но видно что все равно значит ну как бы надо придумать новые какие-то стимулы вот у ассамблеи может быть есть какие-то рецепты или интересные проекты которые были бы направлены то что поощрять изучение русского языка ну это наверное собственное изучение русского языка это не самоцель это в сопровождении там либо информационная среда либо культуры вот мы проводим третий у нас будет конкурс лидер народной дипломатии сейчас финал у нас конкурс будет проходить в хантаматизм мы договорились верни пока пока исполнительный губернатор там будет деловой форум и наш тоже вот часть туда будет заинтегрирована ну тут ваши резервы аккуратно скажу мы так долго не уделяли внимание вот этой вот задачи популяризации русского языка что совершенно очевидно дефицит русских школ и не только страны бывших советского союза и сам где там совершенно точно мы очень много опять получили в наследство от советского союза виде выпускников советских уже и российских вузов их обязательно надо собирать и они лучше знают на месте что нужно вот сейчас очень много же браков смешано да как я всегда говорю русские женщины это самый наш главный инструмент на самом деле внешнеполитические мягкой силы потому что они едут как поэс и мужей там держат на границе и мобилизует бы здоров когда на успехе это на мой взгляд надо новую программу делать именно русского языка русской культуры за рубежом надо опять же сейчас вращаясь к русским немцам то они ждут от нас мы приедем мы не знаем русского языка вопрос трудоустройства и так далее так далее ну мне кажется что тут даже особо выдумать ничего не надо когда они переезжали из советского союза из россии в германию там была великолепная программа да да по обучению прямых немецкого по обучению вообще по социальной вот это надо не надо не стесняться надо положить это все на двадцать двадцать там первый век и сделать от всего российской федерации и это тоже русский язык а те же русские школы русскоязычной школы но мы совершенно четко знаем что при посольство наша школа это всегда дефицит желающих гораздо больше обучаться русском языку чем наши школы могут это предоставить значит надо решать но это вот на мой взгляд это задача всего русского мира вот популяризация русского языка русского культуры спасибо большое андреевич действительно очень интересные проекты мне кажется что как раз нашим тем кто нас смотрит на самом деле будет интересно и в конкурсах поучаствовать и в тех форумах которые проводят ассамблеи народов евразии в разных странах мира но я напомню что сегодня мы общались генеральным секретарем ассамблеи народов евразии и африки андреем юрьевичем белениным спасибо еще раз спасибо спасибо спасибо